Подлодки проекта «Ясень и М» строятся по плану, сообщил гендиректор КБ Малахит, ВПК. Name. Головная атомная подводная лодка проекта 885, шифр «Ясень», К-560 Северодвинск. 17 июня 2014 года источник, Олег Кулешов, фотофлота. В четверг на Севмаше состоится церемония закладки 5-й многоцелевой АПЛ проекта 885М «Ясень и М», которая получит имя Архангельск-Москва, 19 марта. Слеж тасс слеж. Процесс строительства серийных атомных подлодок типа «Ясень и М» полностью соответствует срокам, заложенным в государственной программе вооружений, сообщил тасс генеральный директор Морского бюро машиностроения Малахит, Санкт-Петербург, Владимир Дорофеев. Новые «Ясени», проекты 885-885М, прорывные для нашего военно-морского флота, в них очень много серьезных новшеств. Подобные корабли сейчас отсутствуют в составе любых флотов, кроме российского, сказал он, комментируя предстоящую закладку 5-го многоцелевого ракетоносца на оборонной верфи «Севмаш». Благодаря оснащению универсальными пусковыми установками, которые дают возможность комбинировать ракетное вооружение, «Ясень» выполняет функцию, до этого не свойственную отечественным многоцелевым атомным подлодкам, полноценного неядерного стратегического сдерживания, подчеркнул Дорофеев. Он добавил, что только сейчас в СМИ появились сообщения о начале разработки на базе американской подлодки типа «Виджиния». новой модификации, оснащенной вертикальными пусковыми установками для массированного применения крылатых ракет. В четверг на Северодвинской верфи «Севмаш» состоится церемония закладки 5-й многоцелевой АПЛ-проекта 885М «Ясень-М», которая получит имя «Архангельск». Головной «Ясень» прошел испытание. Дорофеев также сообщил, что головной подводный корабль проекта 885 «Северодвинск» успешно выполнил все мероприятия программы опытной эксплуатации. Это и глубоководные испытания, погружение на предельную глубину с испытанием всех необходимых технических средств, и мероприятия, связанные с выполнением ракетных и торпедных стрельб с борта корабля, а также завершение государственных испытаний основных комплексов радиоэлектронного вооружения в глубоком море», — сказал он. «Получив корабль принципиально нового проекта, военные моряки отрабатывают применение всех его технических средств в различных условиях эксплуатации», — добавил Дорофеев. «Северодвинск» был заложен в 1993 году и спущен на войду 15 июня 2010 года. Церемония подъема на нем военно-морского флага состоялась в июне 2014 года. Перспективы пятого поколения Владимир Дорофеев также высказал убеждение, что разрабатываемый подводный корабль пятого поколения будет модульным и сможет применять робототехнику. «Корабль пятого поколения возьмет все лучшее, что сегодня освоено промышленностью», — сказал он. «Это решение по модульности, дальнейшее решение по снижению физических полей корабля, по автоматизации кораблей и более широкое применение робототехнических средств с борта подводной лодки. Корабль в качестве боевого объекта должен входить в единое информационное пространство Министерства обороны», — напомнил Дорофеев. «А любой обмен информацией предполагает потерю скрытности. Поэтому робототехника должна придавать кораблю новые качества, добавлять сенсорные возможности, повышать его скрытность и обороноспособность», — считает собеседник агентства. Ранее о модульном принципе строительства военных кораблей говорил главком ВМФ РФ адмирал Виктор Черков, указывая, что таким образом будет не только ускорено их проектирование, но и удешевлено производство. Модульность, по словам Дорофеева, не стоит сводить к сборке корабля из неких типовых элементов. Хорошим примером правильной реализации этой концепции, считает он, является проект «Ясень», обладающий модульным оружием, универсальными пусковыми установками, предназначенными для запуска ракет разных массогабаритных характеристик и разного назначения без каких-либо переделок системы. Кроме того, можно говорить о межпроектной унификации по комплектующему оборудованию. Уровень унификации между подводными лодками разных проектов достаточно велик, например, в части радиоэлектроники, — резюмировал Дорофеев. 19 марта 2015 года права на данный материал принадлежат и Тартас. Материал был размещен правообладателем в открытом доступе.